Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 239. Человек страдает от тоски. Чем ему помочь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Рецепт один и от всех недугов – уверовать во Христа и жить со Христом, и все пройдет в один миг. Тоска от потери чего-то может быть погашена возвратом того. Если это возможно через примирение вернуть, значит и не нужно искать другой выход. Случай с царем Саулом, впавшим в страшные грехи, прогневавшим Бога и отходящим с земли под гнетом ужасных грехов и нераскаяности. Раненый смертельно на поле брани. 2 Царство 1.9. Тогда Он сказал мне, «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». Притча 12.25. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Нужно чаще открывать вечное Слово Божие, Святую Библию, и в ней находить утешение. В обидованиях Божьих ответ на все скорби, на тоску и печаль найдешь утешение вечное. Хорошо иметь в твердых вере товарищей, которые помогут в молитве и утешат примерами из житей святых. Молись прилежно. Исайя 38.14. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Предсмертная тоска расставаний с жизнью особенно тяжела для святых душ, которые ощущают близость смерти пронзительно ясно, и знают, что может быть их жертва для многих напрасна. Матфея 26.37. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зведеевых, начал скорбить и тосковать.